Всем привет, я Влад и это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре пневматическая PCP винтовка Horde Tactics Carabin Magnum в калибре 6.35 мм. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите что-нибудь в комментариях, желательно приятное. Третьих несложных действий очень сильно помогут нашим видео в продвижении и мы будем, конечно же, бесконечно вам благодарны. Мы на вас надеемся. Про комплект здесь особо-то не расскажешь, единственное, что здесь есть, это заправочный штуцер, на этом все. Поэтому давайте посмотрим на винтовку поближе, погнали. Интернет-магазин, Попади в Десятку. Винтовка относится к типу PCP пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Манометр установлен на передней стороне корпуса и предназначен для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера. Заряжаются же снаряды в винтовку при помощи лотка для однозарядной стрельбы. Находится он вот здесь. Роль такого элемента выполняет стандартная свинцовая пуля калибром 6,35 мм. Также вы можете докупить 6-зарядный барабанный магазин. Для произведения выстрела винтовку нужно, конечно же, взвести. Делается это просто, довольно-таки стандартно. Для этого нужно воспользоваться затвором. Он находится на правой стороне корпуса. И так, оп. Сами все видели. Максимально легко и просто. После этого... Оу, винтовка может стрелять все правильно. Делать так нужно будет постоянно, потому что стреляет она исключительно в одиночном режиме. Ну, то есть, сводить нужно перед каждым выстрелом, да. Спусковой крючок винтовки оборудован не автоматическим предохранителем. На конце нарезного ствола находится модератор, он же глушитель. Для прицельной стрельбы в винтовке предусмотрена планка «Ласточкин хвост» 11 мм, куда вы, конечно же, сможете установить дополнительное оптическое оборудование, которое, как успели заметить, в комплекте не идет. Его нужно будет докупать отдельно. Но это не проблема. У нас в магазине выбор оптики огромный, специалисты хорошие. Поэтому, если вдруг возникнут проблемы, они вам помогут и сориентируют. Тыльник у винтовки рельефный. Длина изделия 800 мм, из которых 290 мм. Это длина ствола. Калибр 6,35 мм. Объем ресивера 160 кубических сантиметров. Вес винтовки 2 кг и 300 г. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 260 м в секунду. Но на территории России данные винтовки находятся, конечно же, в ослабленном виде, с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки этой винтовки не нужны специальные документы. Приходите и покупаете. Или же делайте это и вовсе онлайн, если вам так более удобно. Но вам должно быть, конечно же, 18. И вот раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. И сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. И если он вам понравился, обязательно ставьте лайк. А лучше ставьте лайк в любом случае. Подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, как же вам эта винтовка. Я же с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok